Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы разговариваем на одной из моих, скажем так, любимых тем. Это добавление воды и сахара в вино. Многие домашние виноделы, без обид, но виноделы в кавычках считают, что без воды и сахара вообще вино сделать невозможно. Так вот сегодня мы поговорим о том, что это не то, что возможно. Это нужно делать. И поговорим о том, что же происходит с вином при таких добавлениях. Часто от таких домашних виноделов можно услышать, что без воды и сахара вино сделать невозможно. Ну и вот теперь разбираемся, почему. Первое, потому что так сказал кто-то. Есть рецепты. Вот я делаю по рецептам, так делает мой брат, сват, родственник, сосед, неважно. Поэтому я делаю так и считаю это мнение экспертным. Второе, что вино получится без воды слишком тяжелым и слишком плотным. Как правило, об этом говорят представители более южных регионов. Но я встречала это мнение и от жителей северных регионов. И третье, почему мы добавляем воду и сахар, потому что вино будет слишком кислым. А я кислятину не люблю, она жжет желудок, там у меня изжога и прочее, прочее. Вот сейчас мы разберемся с этими мифами, а потом я еще расскажу, что происходит. Когда мы вот так вот бездумно это все добавляем. Итак, первое, рецепты мы не берем, да, вообще вина не рецепты, а технологии. Но это мы не разбираем. Второе, потому что вино получится слишком плотным. Вопрос, а зачем вы его делаете слишком плотным? Плотность вина, его насыщенность регулируется временем выдержки на мезге. Вот чем меньше вы его держите, тем оно у вас будет более легким. Чем больше, тем более насыщенным, более плотным. И не надо разбавлять водой. Просто подержали не до позинения, да, потому что есть вот опять же рецепт. Неважно, с какого винограда там не вдаются в подробности, в технологии. Взяли там ягоды подробили, все сложили, ждем пока все на дно опадет, там дней 30. Конечно, оно будет плотным, конечно, оно будет насыщенным. Особенно, если у нас спелый виноград, он хороший, набрал фенольную зрелость и прочее, прочее. Но если вы, ну и такие вина, они, кстати, вкусные, хорошие, и кто-то любит такие вина. Но если вы не любите плотные вина, то не надо разбавлять их водой. Просто подержите на мезге меньше, подержите сутки, двое, вплоть до того, что можно сделать и по белому вину. Просто отжать сок и поставить его бродить, и оно будет легким. Все. Второе – кислота. Да, кислота имеет место быть в виноградном соке. Но первое, чем регулируется кислота – это правильным подбором сортов. Если сорт у вас какой-то из года в год не созревает, не вызревает, он все время кислый, то зачем вы с ним мучаетесь? На самом деле, на сегодняшний день селекция настолько уже дала множество вариантов, что практически в любых регионах, даже с достаточно коротким летом, можно выращивать нормальный виноград с нормальным уровнем кислотности. Ну и, конечно, кроме того, что это подбор сорта, это все-таки еще и агротехника. Да, для того, чтобы получить нормальную ягоду на нормальное вино, все-таки за виноградом нужно поухаживать, особенно в регионах северных. Не надо смотреть, что вот где-то на югах виноград растет под забором, и никто за ним не ухаживает, и получается хорошая ягода. Давайте не сравнивать мягкое с теплым. На югах это одно, на северах это другое. И если мы хотим получить качественную ягоду, то да, надо немножко за ней поухаживать. И на самом деле это не космически сложно. И любой человек может это сделать, применив правильную агротехнику, получить нормальную ягоду, хорошо вызревшую, с нормальным уровнем кислоты. Также по вот этой же причине кислотности добавляют и сахар. Якобы он кислоту погасит. Я даже буквально недавно, наверное, я по сидрам искала какую-то информацию и тоже нахожу какую-то такую вот копирайтерскую статейку, которая пишется абсолютно без понимания каких-либо процессов, где написано, что сахар гасит кислоту. Ну, хочется вот этого человека, который ты писал, отправить в школу на уроки химии. Кислоту гасит щелочь. Но никак не сахар. Сахар к щелочам не относится никак. Сахар только маскирует ощущение кислоты. Но до определенных пределов у вас может быть и очень кислое, и очень сладкое. И это будет вообще отвратительно. Сколько бы вы сахара не насыпали, если кислоты слишком много, никуда она не денется. И ровно точно так же, если кто-то там говорит, а я у меня от этой кислоты, разъедая желудок, насыплю-то я сахарку, то от того, что вы его насыпите, ваш желудок, эта кислота не станет разъедать меньше. Она останется, просто ваш язычок станет ощущать этой кислоты немножечко меньше. Но она как была, так и останется. И точно так же будет все разъедать. Поэтому сахар к кислоте, он только несколько маскирует вкус. И то до определенных пределов. Вода, да, разбавляет. Ну а теперь переходим к тому вопросу, что же делать с этой кислотой, для чего нужна вода. Да, вот, да, вода разбавляет все. И кроме вашей плотности, она разбавляет все ароматы, вообще все-все-все, что было в ягоде. Да, и кислоту в том числе. Но мы должны понимать, что кислота на самом деле это основа, основа вина. И без кислоты вино будет никакое, оно будет невкусно. Более того, оно будет очень подвержено различным заболеваниям и порче. Потому что кислота это его основа. И с кислотой надо работать правильно. Если мы посадили нормальный виноград, напомню, это несложно. И это не какой-то космос, и достать его тоже легко. Нормально с ним поухаживали, сняли его в нормальной зрелости, то никаких проблем с кислотой у нас не будет. Более того, в процессе виноделия наше сусло проходит несколько стадий, когда кислота снижается. Например, чуть-чуть она снижается во время брожения спиртового. Оно заканчивается, начинается брожение яблочно-молочное. Когда более агрессивная, вот эта вот такая зеленая кислота, щепучая, перерабатывается бактериями в более мягкую молочную. И она уже, да, будет немножко кислинка, но она будет более мягкая, более приятная. После этого у нас еще выпадает винный камень, часть винной кислоты. Выпадает в осадок, и мы удаляем. И таким образом у нас кислота в процессе виноделия, она снижается. Просто надо проявить терпение, дождаться этого момента. Также вот часто такой, даже у меня ролик есть отдельный на эту тему, чтобы рожение вина только закончилось. Мы попробовали, оно кислое, надо добавить сахара. Так оно будет кислым. У вас вот была ягода, в которой была кислота и сахар. Поэтому вы кислоту особо не ощущали. Сахар ушел, кислота осталась, вы ее стали чувствовать. Но это абсолютно нормально. Если вы в этот момент добавили сахара, то в большинстве случаев просто дрожжи его еще сбродят, съедят. Вы получите больше спирта, а кислота ваша останется. Потому что работают с ней другими путями. Дайте вину время. Хотя бы несколько месяцев после того, как закончилось спиртовое брожение. И кислота достаточно сильно уйдет. Будет более мягкой, вино станет более приятным. И еще раз напоминаю, что при правильном подборе сорта сухое вино. Сухое вино это то, в котором сахар выбродил полностью. Не важно, добавляли вы его или нет. Так вот сухое вино кислым не будет. Оно будет нормальным, приятным и питким. Значит, с водой мы более-менее разобрались. Конечно, в исключительных очень случаях я могу допустить ее применение. Ну, так получилось, да, что вот совсем все-таки ягода кислая. Нереально как-то выкинуть вроде жалко. Пытаемся из этого что-то сделать. Ну да, в таком случае мы немножко можем развести водой. Но не по рецепту. А в таком случае очень хорошо имеет такой прибор, как PH-метр, который замеряет кислотность. И исходя из этого, мы добавляем воды, чтобы чуть-чуть эту кислотность уменьшить. Для красных вин кислотность, точнее PH на уровне 3,3, это нормально. Выше уже не совсем желательно. Если он ниже 3, вот в таком случае, да, желательно все-таки, ну, нежелательно, конечно. Нежелательно работать с такими сослами. Ну, можно, можно немножко разбавить водой. Хотя лучше разбавлять какими-то другими соками, которые имеют более низкую кислоту. Ну, это будет правильнее. Да, потому что напомню, что водой мы разбавляем не только кислоту, но и все остальное. И если уж мы решили это делать, вот нам прямо это очень-очень надо, то мы делаем это в самом начале. Ни в коем случае не на каких-то последующих этапах. Потому что там уже у нас сформировалось определенное равновесие. Даже смотрите, вот то, что я вам сказала, яблочно-молочное брожение, да, которое уменьшает кислоту. Так вот, сусло, оно само себя регулирует. И если изначально кислота была высокая, то вот все, кто там живут, они хотят жить в комфорте. И поэтому они кислоту эту подъедят, уменьшат и доведут до нормального уровня. Кстати, да, они хотят жить в комфорте. Если вы нормальное сусло разбавили водой, то вот эти ребята, которые там живут, они хотят жить в комфорте. И определенный уровень кислоты им нужен. И знаете, что они начинают делать? Они начинают сусло подкислять. А знаете, какую кислоту? Уксусной. Вот так. Поэтому, разводя все водой, бездумно особенно, да, по рецептам чьим-то, вы можете очень сильно ухудшить качество вашего вина. Даже не только вот этим разбавлением всего, да, но в том числе может вырабатываться часть уксусной кислоты. Это не будет уксусным скисанием. Но она может там появиться, она может придать резкие запахи, вкусы. Потому что те, кто там живут, они умные, они хотят жить в определенных комфортных для них условиях. И что бы вы ни делали, они будут стараться сделать все так, как им. Удобно и комфортно. Теперь переходим к теме сахара. Что вообще такое сахар? Еще раз. Сахар – это не гаситель кислоты. Сахар – это потенциальный спирт. И добавлять его нужно только в случае, если у нас изначально мы понимаем, что своего сахара не хватает для получения нужного нам уровня спиртозности. Так бывает. Этот год достаточно тяжелый, с коротким вегетационным периодом. И виноград может не набрать нужного уровня сахаров. Более того, стала холодная погода, пошли дожди, дожди, сахар размывают. То есть уже вроде как бы ягода и добрала, мы не успели ее снять, пошел дождь, сахар размылся. И мы понимаем, что у нас вроде ягода нормальная по качеству, но сахара там маловато. В таком случае мы можем его добавить. Хотя есть более, скажем так, правильные способы повышения уровня сахара. И, кстати, снижение кислоты тоже. Я не один раз уже рассказывала об этом на канале, но кратенько повторю. Нагрев ягоды до 45 градусов, где баня, теплый пол, позволяет примерно за 1-2 суток повысить уровень сахара примерно на 2-4%. При этом идет разрушение яблочной кислоты, которая превращается в сахар. Таким образом, сахар повышаем, кислоту снижаем правильно и эффективно. Но, допустим, нет у нас возможности подогреть, хотим что-то сделать быстро, да, сахар можно добавить. Но из строгих расчетов. Меряем, сколько у нас сахара изначально. Считаем, сколько будет из этого спирта. Как считаем, значит, количество сахара умножаем на коэффициент 0,55. Вообще в разной литературе встречается от 0,55 до 0,6 коэффициент. Он может варьировать в зависимости от типа дрожжей и так далее. Я для своих расчетов беру все-таки 0,55. Так вот, меряем сахар, умножаем на 0,55. Понимаем, сколько у нас алкоголя. Видим, что нам не хватает. Да, мы бы хотели больше. Ну, тоже мы понимаем, что при определенном уровне алкоголя все-таки вино хранится лучше. И если, к примеру, у нас сахара хватает только на 8% спирта, на 9, то, ну, да, можно немножко повысить на 1-2%. 17 грамм сахара на 1 литр сока дает повышение спиртозности на 1 градус. Все. Посчитали, сколько хотели добавить спирта. 1, 2, 3. Ну, больше, я думаю, что вряд ли вам будет необходимо. И, исходя из этого, добавили сахар. В начале. Не поэтапно. В самом начале. Либо до того момента, как сбродит половина сахара. Потому что те микроорганизмы, которые у нас живут в сусли, они ко всему приспосабливаются. И лучше всего они все перерабатывают в начале. Если вы сразу добавили сахара, они к этой среде приспособились и понимают, что, ну, как вы вышли работать, да, вам сказали, копаем отсюда и до обеда. И вы понимаете, что рассчитывайте свои силы, да, копать отсюда и до обеда. А если вам говорят, ну, вот это вот, да, вскопай маленькую грядочку, вы вскопали, потом говорят, а еще, вот, еще вскопай, еще вскопай, и вы уже такие беседы, блин, да сколько можно. Вот. Ну, такой очень простой бытовой пример. Почему добавлять сахар поэтапно не нужно? То есть вносим в начале в случае необходимости. Если вы добавляете поэтапно, то в какой-то момент, ну, дрожжи могут уже слишком устать, сказать, мы это есть не будем. И не будут. И, казалось бы, любители сладеньких вин, что трут ручки, о, так хорошо, у нас тогда будет вино сладенькое. Не факт. Потому что кроме дрожжей, в сусли живут еще другие микроорганизмы, которые с удовольствием сахарок-таки покушают. С ластем там хватает. И при этом выработают те продукты, которые для нас будут нежелательны. Они могут испортить вино. То есть пока в вине есть сахар, его может кто-то съесть. И вот смотрите, стандартная ситуация. Вино отбродило. Мы попробуем. Ой, оно кисленькое. Я добавлю сахарку. И удивляемся. А чего оно у нас потом бродит? Ну, странно, правда? Мы сахар добавили. Дрожжи решили. Чуп-чуп его не поесть. И в итоге мы получим вино с той же кислотой, только с большим спиртом. Я уже об этом говорила. То есть если вдруг мы хотим, хотим сделать вино сладенькое, тогда мы дожидаемся, чтобы оно прошло все этапы, про которые я говорила, про яблочно-молочное брожение, про выпадение винного камня. Потом все закончится. Вот тогда вообще идеально перед употреблением. Если вам очень хочется сладенького, добавили сахарку и выпили. Либо добавили и пастеризовали. То есть убрали оттуда все живые, всех живых существ, чтобы уже этот сахар никто не поел. Вот тогда он сохранится. А иначе его съедят либо дрожжей, дадут больше спирта, ну, либо кто-то другой. То есть добавляя сахар, запомните, мы не снижаем кислоту. Кислота снижается. По-другому мы ее только маскируем, плюс сахар еда для кого-то. При удачном стечении обстоятельств получаем больше спирта, при неудачном получаем порчу. Поэтому так делать нежелательно. То есть, с одной стороны, вы хотите как бы все улучшить вот этими добавлениями, а на самом деле вы все только ухудшаете. И это может быть оправданно только в очень редких, исключительных случаях, которые я вам озвучила. Ну, и еще можно дополнить, конечно, одним случаем, когда добавление воды и сахара нужно. Это когда мы просто хотим получить большее количество. Но количество не равно качеству. И в таком случае, если уже действительно вот, ну, мало нам, тогда лучше сделать вторичное вино. То есть, виноградные выжимки заливаются водой с сахаром. Я вам оставлю ссылку на видео, как это делать. Заливаются водой с сахаром и снова ставятся на брожение. В таком случае, ну, это более технологично, более правильно, но потом это все можно, например, смешать, ну, а можно даже выпить. Ну, скажем так, одно сделать более хорошим, да, но второе таким похуже, попроще. Но если в первом, кстати, высокая кислота, то вот смешение со вторым, ну, это будет более правильно, более технологично. Хотя, конечно, если мы хотим, напомню, да, продукт качественный, то лучше и делать его изначально качественно, технологично, из хорошего материала. Все это вполне реально и вполне доступно. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. И до новых встреч!